Предыдущая ночь в Мордовии была самой холодной за всю зиму. В школу не пошли даже старшеклассники впервые. В этом году они остались дома на дистанционке. В некоторых районах температура опускалась до минус 40. И пока одни жители республики фотографировали свои термометры, другие успели запечатлеть гало – зимнюю радугу вокруг солнца. Она появляется на безоблачном небе при низкой температуре и высокой влажности. По народным приметам, солнечное гало предвещает перемену погоды. Подтверждают это и синоптики. Период аномально холодной погоды, который продлился больше декады, заканчивается. Этой ночью столбик термометра еще опустится до минус 25, но уже в четверг резко потеплеет до минус 5. И зима окончится с плюсовыми температурами. Сейчас на территории республики северная часть антициклона. И приближается теплый фронт с запада, который несет снег, мокрый снег, гололед и значительное повышение температуры воздуха. Погода будет резко меняться. Даже, возможно, дождь. Ну, это в дневные часы. Усиление ветра. Но ветер уже сменит направление на юго-западные. Февраль 2021-го войдет в многолетнюю историю наблюдений как один из самых холодных и может сравниться лишь с февралем победного 45-го. Но в чем последний месяц нынешней зимы точно преуспел, так это в температурных качелях, резких перепадах. От максимально низких до максимально высоких значений. Такое наблюдалось трижды. Вот 5 февраля, 13 числа. И вот предстоящее потепление также вот таким же будет. Причем в эти периоды значительно падает давление. Даже до 10-15 милибар за сутки. Особенно тяжело такие качели переносят метеозависимые люди. Но придется потерпеть и запастись лекарствами. В марте скачки температур тоже будут. А весеннее тепло придет в наши края позже обычного. От теплина погода, она сохранится первые числа марта. А вот числа с 4-5 опять ожидается похолодание. До минус 10-15 градусов в ночные часы. Мы ожидаем по предварительным значениям начало наступления метеорологической весны позже на 6-7 суток. В норме плюсовая среднесуточная температура устанавливается уже к 27 марта. Но в этом году метеорологическую весну стоит ждать не раньше апреля. Людмила Чекал, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин